А жителям Волоконовского района предстоит выбрать для благоустройства один из трёх представленных на голосование проектов. Наши корреспонденты проехали по муниципалитету, сняли все три объекта, а главное узнали, как они могут измениться. Первый проект самый масштабный. Реконструкция подвесного моста и благоустройство набережной реки Оскол рядом с городским парком культуры и отдыха. Если будет реализован задуманный проект, будет более современным наш пляж. И, как я знаю, что ещё здесь планируется сделать набережную, отремонтировать наш мост, который он уже древний, скажем так. Подвесной пешеходный мост был построен более полувека назад. Сегодня это визитная карточка посёлка. Так что отремонтировать его планируют так, чтобы при этом сохранить привычный многим поколениям внешний вид. Это наша молодость, когда мы бегали, там были танцы, и ходили, и раскачивали этот мост. А это уже центральный стадион. Сейчас здесь полным ходом идёт реконструкция. Будет сделано искусственное покрытие поля, уложены беговые дорожки, установят новые трибуны для зрителей. На это уже выделены средства. А вот появится ли здесь скейт-парк и бадминтонная площадка, зависит от результатов голосования. Третий наш проект, который мы намерены реализовать, это, используя естественный рельеф местности, сделать амфитеатр со сцены для проведения фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности, на которые богата наша волоконовская земля. Сделать амфитеатр для проведения концертов под открытым небом планируют на окраине Волоконовки, в микрорайоне Заломное. Рядом с недавно построенным храмом, посвящённым ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. За порядком на прилегающей к храму территории следят местные жители, активисты ТОСа. Здесь многое привыкли делать сообща. Надежда Мартынова даже написала об этом стихи. И в этом наша сила. Жизнь поколений так важна. Она для всех очень нужна. Когда мы вместе, отцы и дети, то мы сильнее всех на свете. Преодолеем все преграды. За какую из предложенных территорий проголосует большинство жителей посёлка, станет известно совсем скоро. Но уже сейчас понятно. Программа «Сделаем вместе» нашла положительный отклик у волоконовцев. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорье. Программа «Сделаем вместе»